Латинская Америка Дивная земля с богатой культурой ее народов И их тайны После поездки в Россию мы с Ларри Крофт и ее напарником Иона И продолжаем поиски могущественнейших артефактов древнего мира Покойный лорд Крофт оставил своей дочери подсказки И путь наш лежит уже в Мексику на полоостров Юкатан В колыбели майамской культуры пытаясь остановить троицу Леди Крофт словно Пандора спровоцировала начало Армагеддона Стирающего все на своем пути Теперь нам необходимо пройти через всю Латинскую Америку Опереди всех врагов Найти затерянный город, пойти, заполучив там заветный лорец Кульгулькана И подотвратить гребаный конец света Присоединяйтесь к нам Вперед навстречу приключениям Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella TH Incorporated Привет, друзья, я с вами на связи Ну а сегодня мы с вами продолжаем прохождение перуанских джунглей Ну, если быть точнее, Лара Крофт Shadow Tomb Raider А он же тени рассветителя гробницы Инстинкты выживания, чтобы подсветить соседских противников И объекты для взаимодействия Сегодня мы, кстати, с вами пойдем именно в руины Вот эти вот храмы, которые можем открыть Я прекрасно понимаю тот факт, что пока мы и он еще не доведем до нужного места Нам не дадут телепортироваться обратно Ну, отчасти потому, что там, грубо говоря, ягуар бегает Отчасти потому, что нужно перевести отдыхание Я так полагаю, мы идем в местный официальный населенный пункт Официальный, потому что как бы зарегистрирован в каком-нибудь государстве Ну, и в мире отмечен То есть это еще пока не таинственный город Скорее всего, они туда летели Как я могу судить И нам нужно, нам нужно туда добраться Чтоб там и он из себя отсиживался Что-нибудь мастерил, как на Яматае И не истекал кровью, как в Сибири И будет все нормально, все хорошо будет Ой, жарища люто не могу Причем забавно, у нас сегодня дождь был Ливень Правильно, такой мощный На балконе так стоял себе Дышал вот этим вот озоном Вот понимаете, запах чистого озона Вот этот воздух Свежий, грозовый воздух Ой, этого мне не хватало Реально очень много времени Наконец Знаете, надо радоваться Всегда надо радоваться мелочам Даже если ты сзади ничего толком не успел У меня такая ситуация случилась Отвлекся на одну вещь и Паша поехала Ну Тут реально вот такие мелочи прям подрадовало Так Иона, ты пока тут зли И я пойду схожу В местных рамушек Кстати, а где он там? О, я это не взял, что ли? Нет, это возьми Знаете, забавно Смотрел, как это шортс Посвященный прыжкам Пларикро Все возмущены Что она не прыгает Ну, нет, она прыгает Спасибо, зайчик Она прыгает Так Первое августа Сегодня ночью мы не в силах заснуть Джунгли сердятся И луна нам не помощница Я слышу, как джунгли дышат у меня за спиной Их рычание сотрясает даже землю, на которой мы лежим По кронам деревьев струится энергия джунглей Теперь в наших поисках мы пытаемся обрести покой И он приходит к нам в самое неподходящее время Я заметил, что отец дремлет на ходу Едва не роняя трость У нас закончилась провизия Мы питаемся практически только ягодами И пьем дождевую воду Но мы оба слишком упрямы, чтобы сдаться Боюсь, что именно это упрямство и привело нас сюда И, возможно, именно оно загонит нас в могилу до срока Да ладно, если загон... Чё так пессимистично? Ну то, что тут фосфит было, то обнадеживаю Может, я тут добуду вас Так, неплохо опыта прибавилось Так, сейчас теперь мы идем Я вот, кстати, сейчас смотрю параллельно, как у меня идет запись И вроде с качеством проблем быть сейчас не должно Вроде бы Не могу гарантировать на 100%, но так-то, ну да Наверное Вот сегодня я записывал ночью тоже Ну, я думаю, все помнят, что я записывал Так Записывал эпизод И я даже не успел посадить его качество Но я все равно его опубликовал Но я думаю, что нормально Я сейчас ставлю в программу телетрансляции Большие показатели запроса Надеюсь, что это не повлияет, во-первых Ну, на игру у меня игра не висит Говорю еще раз, ребят Лик не в записи, а вот именно у меня на экране Не висит вообще Подлаг, если, наверное, бывает, то такой, что я даже сам не замечу Так, а тут что у нас? Могильный камень Здесь покоится Рейли Риммель Друг 1925 Тут есть что-то еще Осторожно, впереди ловушки Какой, бля, могильный камень Это крест Деревянный причем Даже гвозди есть Скажите, кто-нибудь может вбить в камень гвозди? Нет, конечно, технически возможно Но не во времена, судив Давай, Лар, пробираемся Так, аккуратно Впереди ловушки Тут много лет никто не бывал А ты не торопись Пусть голос Риммак станет первым, что мы услышим в новой жизни И пусть ее истории подарят нам радость А какие истории? Она же вас вроде как на смерть всех отправляет С тех пор такая богиня может радовать Главное, что тут ягуар не водился До кошек не встречаться пока что Я не спорю, мне понравился этот кот Веселый такой Со своими причудами Классическая ловушка Так, в чем подвох? Вроде пещерок нет Этот череп деформирован Он более плоский и длинный, чем у обычного человека Некоторые люди верят, что это доказательство контактов инков с инопланетянами Но, скорее всего, это результат бинтования головы Древнего метода искусственной деформации черепа Распространенного еще в доисторические времена И как раз ты сам и хотел сказать Потому что Как раз к чести легенды Кроме того, на черепе видны следы трепанации Медицинской процедуры, в ходе которой В черепе проделывается отверстие А вот это уже более ритуальное, скорее, было в данном случае Но, соль в чем Такие, да, реально Есть шрифа в реальном мире И их доступны монолиты Киучахский язык знаний, древних диалектов повыше Теперь вы можете расшифровать средние сложности Шикарно Был тут один язычок, который я открыть никогда не мог А это значит, что мне нужно туда будет возвращаться в любом случае Только как я не знаю Так, этот метр, конечно Думаю, это выход Да, пусть будет Нам, в любом случае, прямо И аккуратно не померить Но Я сомневаюсь Вот знаете, что забавно Вот тут есть самая деформация черепов О, ну, конечно Ой, я-то думала, все будет просто Я тоже сомневаюсь Я тоже сомневаюсь Ну, нет, худо без добра Вниз лезть не надо, главное Это уже хорошо Надо только подумать, куда нам полезть Карта обновлена, особое место Саркофаг на самом верху Милота Мы в склепе Прекрасно Здесь еще пара вкусняшек Но нам туда как раз-таки идти и нужно Сюда я телепортироваться пока обратно не могу Ну, то, что я упустил вот здесь Стайник выжившего Ну, это потому, что у меня не было рюкзака Рюкзак я нашел И мы его получили Давай наверх Так, спокойно О Ну, заодно И он еще Очку нахуй получили Хорошая О Надо прокачать умение видеть ловушки Мне вот так будет проще Хорошо, она пока говорит там Черт, зараза и так далее Мне проще Я, конечно, часть ловушек вижу Например, вот эта веревочка Такая незаметная Но я еще А вот эта реально незаметная была Так Кто-то сначала возьмет и взять нога Теперь я смогу добраться до саркофага Кто уверен? Черт Надо лезть дальше Да вы сзываете, что ли? Что тебе мешало перелезть через эти колья? Ну, ладно, хотя Кстати, когда поднимается, он вибрирует Так, да Ну, хотя бы у нас эта красота есть Это радо Не могу не воспользоваться фоторежимом Не могу не воспользоваться фоторежимом Позвольте мне Парочку Напутствий Кстати, вот знаете Мне сейчас бы стала интересна Одна вещь Давайте мы попробуем Параметры Экраны графика Вы правильно поняли Я хочу попробовать Что Если Нам с вами Включать На фоторежиме Высокие по настройке А потом возвращаться к низким Во-первых Это красивый кадр Как ни крути Во-вторых Вот это мне очень нравится Красиво Вот этот тоже можно взять Я, кстати, не нашел Где он фоткает Скорее всего Это получается Если это была Другая версия Это, скорее всего В стим Походило бы Так, и вот это Давайте еще возьмем Но, к счастью Я могу делать скриншоты Но из этого будет Хорошая арт-заставка Так как по мне Могу судить Так Так Сейчас я поближе И фильтр поменять Да, я знаю Наверное, сейчас многие Бесятся Из-за того, что Опять же Это хорошая арт-заставка Грешно И упускать Хотя ладно Я вот сделал себе Сзади план Хороший Этого мне достаточно будет Меня, кстати, очень радует Что игра Адекватно Переключает Причем моментально Графику Вернем на низкую Я ставлю специально низкую Чтобы, ну Мало ресурсов Жало Можем потом попробовать Можем потом попробовать Больше Как вариант Так Теперь давай наверх Так Отлично Надо, я полагаю, сюда Мисс Крофт Так Осмотримся Так Нет, не сюда Туда Вот Инки Молод О, точнее Майки Майки Извините Не путайте Пожалуйста Это я Так Сглупился Сначала Откро Дверь Получено новое снаряжение Накидка вечерней звезды О здании костюмов Некоторые костюмы дают усиление Но мне на них наплевать Говорю сразу Если мне не скажут Что-то конкретно делать По сюжету Я это даже делать не стану Мне это и не сдалось О Конкистадорец А вы у нас Богатый выкуп Император язычников Умолял пощадить его Он сказал, что немедленно Отдаст испанскому монарху Комнату в три на шесть варов Наполненных доверху золотом И две таких комнаты с серебром Великодушный монарх Принял это предложение Через два месяца Выкуп был уплачен Однако доверять этому Идолопоклоннику Было нельзя Когда стало известно Что его генерал Собирался неожиданно Напасть на испанцев Атауаль поупал на колени И стал молить о пощаде Его судьбу Решил справедливый суд В соответствии с правами Которыми обладает Каждый подданный Испанской империи Его признали виновным И приговорили к смерти Но перед казнью Он принял Господа И поэтому попадет в рай Отрывок из беспристрастного Описания Деяния писара В Перу А чё о Сэвисе История Письмо, конечно, написано Специально Таким образом Как пропаганда Тех времен Со стороны испанцев Но Соль В чём Соль в чём, ребят Здесь История События Верно Названо Но Контекст неверно Сделал Вложкинков реально Был взят в плен Но насколько По крайней мере Как я изучал Может быть Что-то новенькое На что-то ещё знает Он был взят в плен Его Выкупили Не он сам Его выкупили Он не молел Прочти никогда У них народ Такой, знаете Довольно жёсткий был Потом Его повторно схватили Да, был такой Собразный показатель Здесь суд Чтобы сказать Что вы тут никто Но От язычества Не отказались Человек ушёл На свою веру Так Какой удобный А, я тут проходил Было дело Сейчас в лагерь зайдём Прокачаем ещё Какой-нибудь навык Сделаю ещё Парочек Хорошо, что у меня Топлива Ага Четыре Горячие стрелы Максимум Так Давайте осмотримся Тут и тут Всё забрали Тогда Кронии Повели его Вот Всё Здесь 25 Добавно Как я Эту точку Не находил Ранее Я имею в виду Вот эту Подземку Хотя и другую Я тоже не находил Сразу Когда плавал Тут реально Чё много Чё запрятано Мне это нравится Здесь очень много Пряток Вот здесь что-то Запятное Я не вижу Давайте смотреть Уж не вижу Можно было бы сделать Ну ладно Главное, что нож есть Мне это устраивает Так А вот По навыкам Давайте определяться Смотрите У нас есть Ещё один С вами Навык На Единица По-хорошему Я вот этот Возьму Ядовитые стрелы Мне надо делать И тут есть Одна Потенциальная Жапка Которая Хочет Чтобы я Её нарезал Ну или найдётся Потом А может Не найдётся Ладно Идём Иона Мы с тобой Ты готов? Мы можем Пройти здесь Поможешь? Пролез Вот пошла Наша Веселуха О Он сегодня был так рядом Ты видишь? Это же Кувак Яку Надо спуститься туда И узнать Что в этом храме Вот здесь Фоторежим Идеально подойдёт Так Только Так Забавно Лайфлаг Получается Такой Поле зрения Уменьшу Хороший кадр Хотя Хотя Может По-другому Нет Тут Именно Под этим углом Здорово Во-первых Потому что Акцент Небольшой На городе И город Видно Это раз Вот это Хорош Классический вариант Тоже неплох Вот такой вариант Тоже неплох А теперь Давайте Вот так Вот так Вот в бок Тоже сделаю Есть у меня парочка Хороших идей Когда есть идеи Я ими пользуюсь Своими в голове Даже если Они потом Кажутся Безумными И экстравагантными Но мне они Нравятся Так Главное Сделали Хорошо Так Теперь Параметры Экранная Графика Может было Максимально Но я сделал Высокую Ладно Тогда Не совсем Поняла Почему Не хотел Переключаться Ну ладно Так В этой зоне Что-нибудь есть Ну съестного Тут полно Тут и фреска Тут и все Валяется И монолиты Красота Тайник Выжившего Судя по всему Нам здесь Придется Поохотиться Причем Очень весело Поохотиться По внешнему виду Могу судить Оооо Да А мы точно Идем По тропе Ну же Держись Ближе Ко мне Так Подождите Да Вы меня Поняли Такой Хороший Кадр Когда Иона В панике Я не могу Упустить Уж Извините Ребят Походу Ну С другой стороны Почему бы Не пользоваться Хорошим Моментом Так Так О да Все Вот это Арт Заставка Так Пользование Увеличу Слегка Вот так Вот Чтобы Арт Заставка Не Закрывала В полном Комплекте Все у нас О Вы только Посмотрите Какой шикарный вид Но Такой Даже Лучше Так Теперь Давайте Фильтры Вот Этот Хорош На ион Отлично Пойдет Остальные Так Себе Так Параметры Мне Конечно Сейчас Интересно Как Игра Будет Работать На Максимальных Настройках Но Давайте Не Будем Не Так Хочется Поэкспериментировать Но Пока Я Психически Которг Не Готов А Кстати Это О психике Ребят Я Когда Сегодня Ходил По делам Мне Надо было Помочь Новому Человеку С одной Покупкой Заходил В магазин Нашел Шикарный Ноутбук Пока Только По цене Нашел Который Во-первых С персональной Скидкой Обойдется Всего В 60 Тысяч Но Там Еще Есть Бонус Используется Наверное Еще Дешевле Так Что Ребят Буду Рад Если Поддержите Даныш Всегда В Описании На В Стримах Сможем Наконец Мой Старый Ноутбук Отправить На Заслуженную Пенсию Почти Прибыли Почти Прибыли Это Я уже Слышал Сколько Раз Сегон Ты Слышал Мне кажется Или Они Хотят Сделать Есть Да Хватит Теперь Я Чела Еще Пара Шагов Хорошо Хорошо Ты В Порядке Я В Норме Я В Норме Паразит Видимо Она Как Успел Либо Бомбай Хотя Он Вроде Не Боится Высоты Так Осмотримся Да Уже Кое Что Есть Он Тоже Все Это Построил Может Быть Инки Они Смыслили В Гидравлике Мост Опущен Это Кон Бог Инков Он Сын Бога Солнца Инти И Богиня Луны Пачамамы Кон Управлял Ветром И Дождем Хотя В Некоторых Легендах Он Повелевает Только Погодой Которая Приходит С Юга А Его Брат Пачакамок Управляет Погодой Которая Пришла С С С С Вот Где Коррупция Засела В рынках Настолько Что Уже Пришлось Делить Управление Погодой С помощью Противовесов Может Быть Так А теперь Мне нужен Я Тоже Средники Чуанский Монолит Изучите Древний Диалект Речь О месте Неподалеку Две Змеи Охраняют Жизнь И Смерть Я Узник В кольце Их Вечной Борьбы Две Змеи Охраняют Жизнь И Смерть Я Узник В кольце Их Вечной Борьбы Две Змеи Две Реки Это да Таксин Добывается Из пауков Пегунов Используется Для изготовления Галлюциногена В древности Киноварь Использовали Чтобы получить Ярко-оранжевую Краску Для керамики Настенных Росписей Татуировок И религиозных Церемоний Обычный Киноварь Пригодится А вот и Две Змеи Тайны Монолиты Следуйте Мир Чтобы Найти Все Монолиты И Что Я Нашел Я что-то Откопал Скорее всего Это был Только Опыт Знал бы Я Сколько Придется Шастать По лесам И я бы Не отлыни Молодцы Да Монолит Все Столчен То есть Если я Нахожу Точку А Это Был Тайник Выжившего Местный Бывает 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 А тут Что У нас В В В Эту Конопу Складывают Какао Бобы И Животный Жир Предназначенные Для Жертвоприношений Когда Наступает Сезон Сбора Урожая Наполненную Конопу Бросают На поле Как Дар Пачамами Богине Матери Говорят Что Если Богине Примет Дар То Крестьянин Соберет Большой Урожай А его Скотина Даст Обильный Приплод И Как Это Ну Очень Легко Оспаримый Ну А ты Тебя В детстве Хоть раз Отправляли В лагерь Школа Пансион Считается Да Не знаю Считается Наверное Нет Но Рот Меня Кое-чему Научил Со Взрослыми Мне Всегда Было Интереснее Да Мне Его Не хватает Никак Всем Не хватает Шикарный Мужик Был Так Это Противовес Если кто Не смотрел Предыдущий Эпизод Посмотрите Правда Говорю Сразу Не для Слабонервных Даже У меня Воротил Порой Есть вещи Хотя С другой стороны Реализм За это Респект Редкая Птица Была Упустил Сам Ладно Что-то Сработало По-моему Вода Как-то Двигает Мост Ну Отлично Мы Пустили Воду Слишком Тяжело Помоги Так Давай 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 Наполнись В ведро Набирается Вода Хорошо Разберемся Для чего Тут Противовес Все Отпускай Отпускай И она Ведро Дырявая Ну-ка Внизу Вижу Есть Я не уверен Есть тут За что Ее Зацепить Она Спустится И я Ударю Все Я понял Как это работает Я понял Принципы Мне главное Успеть Тут Лежать Пока Он Будет Судил Держать И пока Водичка Будет Литься Давай Иона Сёня А долго А долго И не надо Все Иона Отпускай Да Да Подожди Ты Сейчас Сам Упаду Сейчас Тебя водичка Льет О Тут Ничего Нигде Не везти Что Может Ну Очень Место Похоже Там Где Нужно Что-то Взбивать Знаете Как В Раздень Тебе Точно Тоже Что Нужно Висело Тебе Нужно Наверное Нам Сюда Думаешь После Вас Серьезно Давай Ты Уж Столько Красот Что Это Статуя Идол Что Еще Может Быть Кажется Это Какой Тол Тарь Или Помоги Потянуть Ладно Что Что Это Это Рецепт Чего Кажется Какая-то Смесь Трав Пригодится Если Встретим Еще Ягуаров Лучше Не надо Выход В той Стороне Гениально А Ролейный Глаз Удерживайте ЛБ Нажмите Игры Чтобы Изготовить Использоваться Наданные Зрелья Озарение Позволяет Ларе Чувствовать Животных И природные Ресурсы Вокруг Себя Значит Л Так Озарение Позволяет Чувствовать Животных Сначала Тут Смотрюсь Слишком Широкий Помостик Тут Сделали Мало Ли Может Что Интересного Мне Очень Нравится Текстура Зелени Забавно Для Человека Который В принципе Не Очень Любит Лето О Мумия Я Не Заметил Я Очень Люблю Зелень Что Это был Звук Мы Приближаемся К деревне Скорее Бы Вернуться В цивилизацию Вернешься Вот Она Деревушка О Там Там Это Нефтяная Башня Что Ли Животные Ввинутся Ну Не Похожи Хорошо В записях отца Что нибудь Говорилось Про Перу Нет Я к тому Что в Перу Должен быть Некий Золотой Город Пойдите Все искатели Сокровищ Про него Наслышаны Но На Мексике Все обрывается Будто он Потерял Интерес Или Или Не знаю В следующем Томе Речь о Сирии Тут нас Что Проход Эти два бога Повелевали Подземным миром Майя Шибальбой Что означает Место страха Помним Шибальбу Семь попугая Фара Был жуткой Птицей Которая По слухам Несла В своем Клюве Ложное Солнце Его Помощником Был Хун Каме Одна Смерть Их Обоих Убили Близнецы Герои После того Как одолели Их В разных Состязаниях И играх В которых Обе стороны Жульничали Вокуп Кокиш потерпел Поражение В игре В дротике Когда Близнецы Герои Воспользовались Духовыми Трубками Самое Забавное Знаете Что Мы уже Слово Как-то Были В шибальбит В другой Жизни Согласен Наполни Как говорилось В загадке Иди Вслед За сердцем Смея На гору Серебряной Верхушкой Где Заседают Близнецы Как думаешь Ты Кувак Я Подалеко Если мы Идем Туда Куда Надо Трудно Сказать Но Система Орошения Хороший Знак Понятно Когда-то Здесь Были Люди Надеюсь И остались Наверняка Остались Детали Пистолета Оружие Которое Было Прикреплено К этим Рукоятям Давно Заржавело Во влажном Климате Джунглей И Рассыпалось На рукоятях Что-то Выгравировано Я Едва Могу Разобрать Что там Перси Фосет Но ведь Мы в тысячах Километров От его Последнего Местонахождения Ну Поздравляю Вот она Написи Что Нашла Потенциально Ближайшую Могилу Здесь Со мной Нарвик Яд Добывается Из жуков Нарвиков Используется Для изготовления Ядовитого Газа Стрел Гранат Красота Что может Заговорят Сейчас Походу Разговоров Не будет Так У нас С вами Еще один Навык Есть Ящик Зато Есть Смысл Покопить Но сначала Лучше бы Изуалим Помощь Прилучшение Головы Толку От этого Нету Здесь Два Тут Тоже Два Вот Это Мне Надобно Власть Орла Влечивает Шанс Нахождения Редких Животов Соответственно Материал У нас Есть Орлиный Глаз Вот Этот Появился Но Чтобы Прокачать Дальнейшее Нам нужно Все равно Идти дальше Здесь Не пройдешь Здесь Не пройдешь Угнездо Аспид Увеличить Количество Рукотвородых Рисурсов Тоже Было бы Неплохо Вот Вот Это Мне Толку А это Ускорение Полного Утяжения Вот это Наверное Надо Я так полагаю Здесь Будем Пользоваться В основном Луком Так Нам Куда Вниз А значит Придем Сначала В пещерку Я Кое-что Нашла Кажется Тут Есть Вход Раз Тут Спартанские Условия Я Лучше Посижу К Это Грабница Стра Но Сиди А я Тут Побегаю В общем Это Новая Зона Прорезешь? Ой Какая темень Скажи Я ничего не вижу Может А Я могу Вас Смотреть Здесь Точно У меня Тут Темень Разно У вас Так Чуденько Забавно Свершенно Две Картинки Разные в общем будет тем не смотрю на это и буду на вас смотреть и отдых одновременно и вообще шикарно может и так надо играть неизведанная территория граблица испытаний какая граблица если это даже граблица не пахнет а нет вот что-то уже похоже на грабницу есть привет еще один петель многовато что-то валяется и гора вообще и прихотливый создание я смотрю весело интересная себе такая грабница проверяю привычка такая старенькая вот это хорошее было спрятано ловушкой я сразу не заметил придется залезть чтоб перебраться а вот это я искал но мы в гробнице там понятно ничего нету здесь я все нашел а вот тут вот тайник выжившего как я ожидал что там он где-то валялся почему его забрать не смог ну ладно найдем сундук сокровища посмотрите чем больше я нахожу таких мелких деталей тем больше информации не достается это очень интересно мне страшно я уверен нам датутся на нам с вами переместись как только я иону доведу до места так спокойно лара спуск по веревке нажмите л д чтобы так я успел зацепиться я успел зацепиться за крюк вы видели она успела ухватиться я забыл как спускаться здесь так минуточку как здесь спускаться а все 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 так в общем нужно отпускать эти кнопки lt или rt то есть левый или правый триггер тогда все получится у тебя предметы начала двадцатого века поход экспедиция и судя по тому что здесь натыканы стрелы местные тут не очень-то любили у ворот сейчас все внимание приковано к этому пижону фосету но я точно знаю что дни его славы сочтены весь мир запомнит имя тимоти уокера человека который нашел затерянный город эльдорадо мы разбили лагерь в каньоне дорога сюда была трудной и утомительной нам нужно отдохнуть несколько дней определить координаты залечить раны а еще я бы не отказался как следует выспаться хотя бы одну ночь говорят прошлой ночью через лагерь кто-то прошел это все джунгли я постоянно напоминаю своим спутникам что мы у цели и должны держаться друг друга один из разведчиков заметил впереди какой-то храм сегодня утром мы начнем готовить мосты и лестницы а после обеда покинем лагерь красота лара смотрите вот даже встречать компашка может знаете не тут чего не хватает лагеря имеется ввиду огонька нет места ничего не могу взять как же я люблю вот такую фразу у меня нет столько места это чисто такое повседневное спокойно нет места ой я сразу передаю вас о возвращении на Таинственный остров вот такой приятный вот естественный город голос 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 извиняюсь естественный голос нереально больше я не унесу ну хотя бы есть замечание так давай залезай и идем дальше а это ломается хотя убедиться мало ли может какая-то ловушка кстати забавно заключается он расставил что а 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 почему я сейчас начинаю вспоминать индиана джонс и королевство хрустального черепа о как раз о тебе говорили пока только один мне нужно второй ну я думаю сейчас здесь набьем а у меня нет столько места вот люблю этот говор очень напоминает говор кейт уолкер у нее вот сейчас такой момент и найти тоже время от времени есть такая неприятная мелочь кто здесь да наверно какой-то местный сторож а а у меня сейчас паника будет а я это ночью записываю сейчас уже наверно вторник вот когда еще монтировать это дело надо сейчас сейчас 15 вторника понимаете во сколько я записываюсь мы наверное давай с ней как сделаем наверное и он еще подождет там а мы с вами пройдем вот эту гробницу как раз будет ровно часик нормально будет я же говорил что где-то время пограниченное будет у эпизодов иди сюда не ломается может быть сломать конечно когда-нибудь точно не сейчас может есть какой-то проход так я нашел какое-то место а ну по эту сторону а уж не знаю что откроет что не откроет а проверять надо я реально не вижу прохода а я уж честно угад невероятное следующее время сделаю несколько раз заставок шикарных так подождите сначала параметры так вот заметьте если даже на низке так потрясает это же какая максимальная графика это же какая максимальная графика должна быть красота то и только уже 54 минуты записываю но мы пройдем вот эту гробницу сегодня в любом случае так дайте вот так вот сфоткаю красота это тоже возьму мне тут нравится только два фильтра два фильтра они адекватные остальные такие приглушенные холодные мне вообще это не нравится уж что что а для арт заставок по ларе нужны именно в основном яркие цвета это я уже понял еще по ебатаю именно вот для этой лары для классической ларта всегда яркие можно сделать там проблем никогда не было и не будет так хорошую мне надо вон туда так попробуй сначала оттуда раскачекай так попробуй сначала оттуда раскачекай открой сначала то мало ли здесь еще начнет то хотя бы выйдет так думаю вот здесь я и смогу выйти да надо сразу закрывать все хвосты не зацепилась ну и ладно так впереди давай золото золото красота у нее значит места нет чтобы таскать лекарство но есть место чтобы таскать золото большой респект бросил лесоруба брось и ледоруб в прыжке нажав икс чтобы перебраться через пропасть так все шаги хорошему мы туда по факту не сюда о стоп 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 иди сюда яда много не бывает яда надо собирать о привет Что, а тот получше сохранился. Останетесь все сгорели, топожжённо, а этот нет. Чёрный порох. Примитивное горючее вещество. Проклятое место. Проклятые богом забытые джунгли. Они дразнят своими сокровищами, а потом выбивают землю из-под ног. Мы почти пересекли эту бездонную пропасть. На той стороне стоит какой-то алтарь. Огромное каменное лицо, украшающее его. Словно бы насмехается над нами. На лагерь кто-то напал. Одни говорят, это были пантеры, другие твердят, что чудовище. Половина команды решила бросить экспедицию. Мне пришлось прикончить одного дезертира, чтоб другие боялись. Мне нужен ещё один день. Один несчастный день. Ну, странный, конечно, член команды. Отличие от Фоса-то, вот... Нет, может, Фоса-то, конечно, реально что-то, может быть, и нашёл. Чёрт знает. Но вот у этого, по крайней мере, буквально визуальное доказательство нахождения древней цивилизации. Причём, скорее всего, богатый. Сделать лучше охрану, обеспечить себе тут всё. Готовы? Забирай что хочешь. Там что-то шевельнулось. Надо перебраться через енот. Что-то шевельнулось. Много чего где шевелится, Лара. Много чего. Не знаю, как эта штука работает, но как-то она работает. Походу, мне надо туда наверх, так полагаю. Надо перебраться через енот. А, мне нужно эту повернуть. А, вот. Надо перебраться через енот. Лара, я понял. Спасибо. Там вроде ничего нет. Там кто-то был. Но сплыл. Они ушли отсюда, не закончив строительство. Она про мост. То есть, строили вот этот мост временный такой, своеобразный, но не смогли. Надо пробраться через енот. Надо пробраться через енот. Надо перебраться через енот. А мне надо туда. Так, а как мне на него запрыгивать тогда? Замучаешься. Замучаешься. То есть, мне нужно в прыжке это все и сделать. А, все. Кажется, дошло. Мне нужно теперь его сюда подцепить. Так. Я не видел, он это где-то срал. Потом я на него... Потом я его проворачиваю. Он в напряжении. Но каким-то образом я его срезаю. Должна выдержать. Ты уверена? Я перепроверил, на всякий случай. О, да. Вот такой красивый храм. Тут я не буду менять графику. Мне вот этот хочется сфоткать. Посмотрите. Ну, картинка уровня бог. Так. Вот здесь даже... Вот тут вот сейчас была небольшая просадка. Потому что слишком хорошее качество. Но смотрите, какое качество этого стоит. Оно того стоит. Так. Чисто... Какое каменное лицо? Вот что надо показывать. Так. Хотя я, наверное, скорее всего, возьму момент Сиона и Лары на пропасти. Но тут столько хороших кадров, что наверняка что-то смогу с этим придумать тоже. Я же очень люблю делать комплексные арт-застатки. Это, знаете, когда ты совмещаешься из разных артов, причем аккуратно. Пример предыдущий, арт с Ларой из нашего прошлого эпизода. Это тут как раз-таки комплексная была. Там несколько разных моментов было сделано. Я слышу тебя. Он тут бегает. Наверное, можно как-нибудь забраться к алтарю. Наверное, можно. А может, и не наверное. Здесь, под бдительным оком одного из владык смерти, расположены врата Шибальбы, через которые проходит каждый на пути из этой жизни в следующую. Стоп, подождите. Мы над карстовыми озерами? Наверное, можно как-нибудь забраться к алтарю. Забраться-то заберемся, Ларда. Я сначала здесь все поизучаю. Кака, фрукт с семенами. Растения с эффектом выносливости. Обычные оранжевые окраски. Их используют для создания снадобиде выносливости. Наверное, можно как-нибудь забраться к алтарю. Залезем в ларнир. Да я смотрю, так красиво. Залезть всегда успеем. Наверное, можно как-нибудь забраться к алтарю. Залезем в ларнир. Зараза-то еще. Так. Зараза! Судя по звуку, это какие-то обезьяны. Не похож на человека. Слишком дикая. Даже не с точки зрения разговора. Чувствую звуку. Такой дикий. О, золото. Мило. Надо выбираться. Хватка орла. Вылечение скорости лаза не позволяет быстрее пересекать сложные участки местности. Вот это мне реально надо. За это спасибо. Коробница пройдена. Так, а как мне из нее возвращаться? Есть подсказки? Тут наверняка что-то цены должно быть. Так, это я есть не буду. Спасибо. Мне здоровье не позволяет. Такое жрать. Так. Хэ, сука, я такой враг не спасил. Не ты. Так. Поляна поскакает что ли? Ладно, идемте к Ионе обратно. Ты еще, наверное, соскучился. С гепардами обсуждает, там, какова Лара. Не знаю, в чем. Даже не знаю, каких они точно отношениях. Я знаю, что они дружат. Товарческие отношения. Но было ли что-то большее? Бросок ледоруба. Необычный обход в местности. Вот тебе и обход в лагерь просто-то. С другой стороны. Нахрена тогда я открыл ту дыру. Ты что? А, я вернулся. Ну и хорошо. Ой, ухожу из этого гребаного места. Давай, я вот тут сейчас с вашей стады посмотрю. У вас реально поярче будет. Иона Пинга. Вот это, кстати, очень напоминает... Вот, теперь у нас два. И у нас с вами вот этот прокачался наук. Хватка орла. Запас охотника-то не надо. Власть орла. Вот редкие животные, это интересно. Хитрость ворона. Отображает ловушки в режиме инстинкта выживания. Как мы поймем, что снова вышли на правильный путь. Руины майя бросятся в глаза, да? Ну да. Мудрость в савы. Подсветка объекта, связанных с испытанием в режиме инстинкта выживания. Ну, это, конечно, интересно. Мудрость в савы. Дыхание крокодила. Величивание задержки дыхания под водой. Сочетание с дыханием крокодила. Вот это реально надо. Но я пока возьму ловушки. Я жаловался на отсутствие ловушек сегодня. Вот это и надо делать сейчас. Хитрость ворона. Улучшение инстинкта выживания. Автоматическое подсвечивание соседней ловушки. Вот это надо. Я сегодня на одну, вроде, простую ловушку. Он еще не попался. Дайте, я смотрю впереди. Поряди сюда. А, он уже сбежал. Ну и пусть. Так, вот это раз делать. Это пароход. У меня нет столько места. Нам далеко тащиться до города. Вот мне сейчас любопытно. А, мы, по сути, возвращаемся в наш старый дом, где начинали. То есть, мы делаем... Мы сделали сейчас огромный крюк. Кстати, а вот это пока не работает. Да, ведь я не обратил внимание, конечно, сейчас. Надо посмотреть пока. Это телепатасе, оно работает. Я его не вижу. Я его потерял. Я его не вижу. Я его потерял. Ты мой. Ладно, давайте пока у лагеря остановимся. Пока я не знаю, что будет впереди. Мы сегодня реально вот за этот час. Там будет, конечно, там вырызг вначале небольшая. Потому что там было до молчания. Я его уберу. Перед тем, как я с вами поздоровался. Так как она немножко долго прогружается. Но суть у нас, смотрите, у нас сегодня где-то примерно час вышел эпизод. Очень насыщенный. Во-первых, две гробницы прошли. Узнали много интересного в отношении самого Вовсота и его конкурентов. Нашли много реликвий. Нашли... Ну, увидели цивилизацию и идем сейчас к ней. Поговорили о быларе, прекрасном творении природы. Которое в прошлый раз вытащили из зеоны. Че-то я сейчас... Буквально я в прошлой ночи это видел. Ой, извините. Вспоминания доказывают... Хаблость, так сказать, все опасные. Но мне нравится реально, как грамотно все сделано, ребят. Поэтому давайте... А, еще прокачали исконавыков. Самое главное. Так что, ребят. Надеюсь, что вам было интересно. Поддержите видео лайком. Напишите в комментарии больше четырех слов. Проходила у нас такая практика. Я взял ее у других ютуберов. И это реально помогает продвигать видео. Я не знаю, почему ютуб именно на такое количество работает. Но это реально так работает. То есть каждое ваше слово ютуб считает. Вот до чего тоже лет. Но это помогает. Ну, а так что, ребят. С вами был Вескер. Амбрата Чинг. Доброго всем вечера. Утро. Ночи. Гняо. И если вы проходите сейчас экзамены, удачи и успехов вам. Это отдельно от меня пожелание. Всего наилучшего. Увидимся. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok